МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они хорошие, но иногда у них так вот, вот только они видят. Все. Блин! Это точно корабль «Колумба». Там земля. Теперь как? Пошел здесь. Давай, давай, давай. Я не хочу выходить замуж, чтобы никогда в жизни не испытывать ощущение дележки. Дом – это водное племя, человек – это огненное племя. Я не хочу выходить. Я не хочу выходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А-а-а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На восьмой день кажется, что жизни за пределами необитаемого острова не существует. И эта жизнь немыслима без людей, которые всего неделю назад не знали о существовании друг друга. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я бы понимаю, что если бы я один попал бы на острове обитаемой, ну, я, наверное, бы не знаю, но, может быть, я бы выжил, конечно, но не факт. А есть люди, которым это нравится, что здесь происходит, и они радуются каждому дню, потому что по возвращению туда, что будет хуже, они вернутся к другой жизни, к другой реальности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мужчинам для выживания нужна хорошая мужская компания. Девушкам тоже. Но именно мужчины на острове в дефиците. Поделить их непросто. Я не люблю. Брюдом спала, мы там что-то можем. Андрюха, скажи, ты мог бы здесь сижу? Все? Да. Наверное, нет. А с любимой девушкой? И с едой? А без любимой девушки, но с едой. Ты выйдешь с этого острова, ну, я не знаю, 58 лет. Во всем берегам будут стоять миллионы девушек. Когда же Андрюша приедет с острова? Когда? Когда? Я буду уже старой, они не выйдут. Да ты никогда не будешь старой, посмотри на себя. У тебя здоровье будет богатырское? Да ты тут на бананах и кокосах. Ух! Ммм! Нарожают детей. Классно. О, мой Бог. Андрей – холостой мужчина. И я уверена, что после этого проекта у него будет столько предложений для того, чтобы создать какие-то серьезные отношения. Бессловно, это будет не Вика. Для меня очень ценное такое приобретение, что в моей жизни появился такой человек, как Андрей. И неизвестно, смогли бы мы познакомиться в реальной жизни или не смогли. Не, ну, если человеку общаться приятно со мной, мне приятно с ней. Почему бы там не поговорить, не дениться и так далее. Королева, да, я не спорю. Андрей, конечно, безусловный джентльмен, безусловный человек, который все отдает ей. Вот ему надо есть, потому что он тащит на себе команду. Но вот Вика еще не похудела, по-моему, ни на грамм. Потому что Андрей всю свою еду просто отдает Вике. Андрей, это хорошая мотивация пока все еще оставаться на острове. Вика, если ты сейчас не выйдешь, то все кокоты племени все-таки будут в моих руках. Андрюш, блюдо пытается тебя хмурить. Что, заигрывает с тобой, да? Сейчас ей волосы-то выбираешь. О, давно была. Она, конечно, выстрелила в самое яблочко. Самый сильный, самый мужественный, самый спокойный. Человек, обладающий кучей достоинств. Вот он, ну, все-таки мужчины, ну, все-таки мужчины. Они хорошие, но иногда у них так вот, вот только они видят, вот. Все. Одной Вике удается даже на необитаемом острове неукоснительно соблюдать привычный королевский регламент. Свежий, но там совсем мало осталось. Вот то, что вычеркнуло. Половица обмелел? Дождей давно не было. Так вот же вода. Воды мало? Ну, это караник, она же не... Однако несогласные с воцарением Вики недовольны. Похоже, в племени складывается революционная ситуация. Пошла Вика, взяла канистру, помыла голову. Ну, зачем так? Ну, если мы здесь, мы должны все ходить. Ходишь босиком? Ходите все. Ползаешь, извините, в ванне? Ползите все. Ходишь ты вот, чухаешь, да, песок? Чешите все. Так, как сделала Вика, я никогда не пойду сама, не возьму общую воду, пресну, и не буду мыть свои волосы. Лучше я буду ходить грязная, вонючая, но я буду ходить так же, как и все, потому что здесь мы в равных условиях. Я не испытываю угрызений совести. Я уверена, что для большого количества девушек в нашем племени я не буду удобным персонажем. А у меня действительно, можно сказать, альянс с Андреем, и я предпочитаю вести себя так, как я вела бы себя в нормальной жизни. Шоумен. Выпускница фабрики звезд. Завкос военной академии. Клоунесса. Воспитательница и кадровик. Телеведущая. Пародист. Певица из Германии. Студент-эколог. Учитель истории и студентка. Популярная певица. Адвокат. Мисс России и управляющий отелем. Шофер-дальнобойщик и официант начали борьбу за выживание. Необитаемый остров связал своих обитателей не только необходимостью экстремального выживания, но и своими загадками. Каждый день они собираются у приемника, передающего позывные марзянки. Шофер-дальнобойщик и официанты. Шофер-дальнобойщик. 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 Мы не можем понять, где кончается буква, где начинается. Поскольку азбука Морзе, никто не умеет читать, никто не понимает ее, и я в том числе. Пока очень мало информации. Возможно, мы ищем кого-то, каких-то людей, кто-то пытается с нами связаться. Беда в том, что книга с расшифровкой морзянки сожжена. Компьютер сломан. Жителям острова остается рассчитывать исключительно на озарение и искать хоть какую-то связь между всем увиденным на острове. Прилетели вот как раз-таки вот эти ребята, которые начали собирать информацию и все это по оси монстров. Явное крушение. Катапультирование. Обломков нет самолета. Обломки самолета есть на совете, ребят. Да. Серьезно. Там разбитый самолет. Там там большой разбитый самолет. Может, они где-то спрятаны. Подождите. И ключами нужно их открыть. Подождите, а кто был на пикнике? На пикнике. А кто был мужчина, женщина и двое детей? Двое детей, но они убежали. Кто это? Да, да. Слышите, на самом деле была тетка вот точно такая на пикнике в шляпе белой. Абсолютно точно. Об интеллектуалах, стерегующих старый радиоприемник, заботятся Михаил и Владимир. Они, в свою очередь, стерегут в море Сибаса, ставшего легендой. Чего рыбачки? Так, две с половиной. Сидеть. Сидеть. Бежать. Сотой. Ну так, ты знаешь, трудное место, но перспектива. Вот. Как рыбалки. Ну так. Ничего страшного. Нет, ну мы место... У нас зато здесь... Мы только немножечко тут продвинулись наших загадок. Участники льстят себя. Они не могут разгадать загадки. Не знают, куда приведут отгадки. А без запасов подмокшего риса из бункера просто не выживут. Райский остров превращается в остров невезения. И неизвестно, какие еще подвохи он готовит своим обитателям. Добрый день! Добрый день! Сегодняшний конкурс не решает судьбу проигравших. Никто не отправится на совет. На кон этого состязания поставлен приз. Приз? Вот он. Ну а теперь давайте перейдем к тому, за что будет вручен этот приз. Рогатки здесь. В море. Перекладин. У рогаток стоят стрелки. На перекладине. Ловицы. Победившей считается та команда, которая первой поймала пять снарядов. Ну а теперь делитесь на команды. Слушайте, ну мне кажется, что стрелять должны одни мужики, если человек... Я стреляю, ребят. А девчонки должны ловить. Кто еще стреляет? Кто еще стреляет? Таню. Пойдем. Ловцы, занимайте свои места. Таню. Команда, стреляющая зелеными мячами, состоит из ловцов Ани, Андрея, Алексея и Лили. Их стрелки Олег, Вика, Ольга и Михаил. Красными мячами будут стрелять Юля, Ярослав, Люда и Владимир. Ловят красные мячи Эвелина, Татьяна, Таир и Корнелия. Ширина перекладины 12 сантиметров. Даже устоять на них проблем. Девочки, вы самые красивые! Снимайчики! Итак, ловцы готовы? Снимайчики! Снимайчики! Стрелки! Заряжайте! Опа! По Таиру! Прямой на воду! Ииии... Пли! 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 Кажется, что сейчас убьется просто вот так вот. Поймать мяч, который летит возле воды, на полметра от воды, просто нереально. Или который выше тебя летит на метра два. Ииии... Пли! 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 Очень хотелось злиться на тех, кто стреляет. Очень хотелось злиться, потому что реально... Ну вот у меня не было ни одного мяча, который можно было поймать. Заряжай! Давай, ходи, ходи! Медленно, медленно отходи! Пли! Нет, нет! Давай! На корзину! Лови! Лёночка! Первый мяч! Молодцы! Таир выводит команду красных вперёд! Итак, приготовились и пли! Ну прыгни с ним! Куда, куда, Юленька? Куда прыгни? Юля, вы должны кидать вот сюда, а не туда. Итак, приготовились. Скажи, как? Да, почти. И плиф. Молодец! Ес! Один, один! Один, один! С точной подачей Михаила Андрей сравнивает счет. Налетать чуть-чуть. Куда цели. Заряжай. Паузу спокойно. И плиф. Андрей ловит второй мяч подряд. Сильно, сильно. Один! Теперь почувствовал как? Молодец. Девчонки, давайте попробуем фрейгнуть за мячом. Попробуем. Юлька, вы видите, когда можно... Заряжай. Андрюха ждет привета. И плиф. Трое ловцов из команды «Зеленых», кажется, приглашено на перекладину исключительно в качестве массовки. Давай, давай. Юлька, нормально, нормально. Стоит. Юлька, перелетно так. Приготовились. Заряжай. Слишком низко не садись. И плиф. Хорошо. Есть! Третий мяч опять в руках Андрея. Я очень хотела поймать, я старалась со всей Эльдори. Единственное, что я не прыгала, конечно. Я просто боялась, что если я сейчас прыгну, то все остальные попадают. Счет 3-1. Сечка, задержи дыхание. Приготовились. И плиф. Молодец. 4-1. Вы всего в одном броске от победы. Итак, приготовились. И плиф. Молодец. Таина сокращает разрыв. Итак, приготовились. Давайте мы сейчас все по одному забьем и догоним. И плиф. Но это не спасает команду красных. Единственное, что мы не можем. И плиф. Я очень расстроилась, что мы проиграли, потому что я считаю, что это был очень простой конкурс. Ну вот он реально был простой. Единственное, что я не знаю, что я не знаю. Адрель, адрель, адрель. Адрель, адрель. К томуему победа совершенно очевидная. Я открываю этот замечательный приз. Нороженое. Кто хочет лизнуть? Если бы это было мясное мороженое. Приятного аппетита. Главное растяни это удовольствие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотела обратить внимание на один любопытный островной факт. Вот я лично не сказала, что делиться с проигравшими нельзя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но на этом мы с вами не прощаемся. У нас есть еще одно очень важное дело. Сегодня есть явный лидер в команде победителей. Андрей, подойдите ко мне. Андрей, смотрите, пожалуйста, на людей, с которыми вы провели на острове немало времени. Пока все это кажется участникам очередной забавной игрой. Они не предполагают, что ее результат перевернет их жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас вы должны назвать человека. Это должен быть мужчина. Который, как вы считаете, является самым сильным игроком последнего героя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, Ярослав. Ярослав, я прошу вас, выявляйтесь. У меня было некое удивление того, что Андрей назвал Ярослава равным себе. Мне казалось, что это все же Владимир. Он расстроился, очень расстроился, конечно. А здесь даже вообще было невооруженным глазом видно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какую женщину, Ярослав, вы считаете самую интересную вам, с которой бы вы с удовольствием провели время на острове? Мне очень с Велиной хорошо. Мы с ней хорошо общаемся. А вы, Андрей? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам с Викторией? Да. Виктория и Велина, подойдите, пожалуйста. Совершенно необъяснимо, почему Вика и Эвелина не подошли к своим спутникам по островной жизни. Но эта легкомысленная ошибка окажется роковой. Раз вы так встали, значит, в этом была какая-то судьба. И потом одно дело решение мужчин, а другое дело решение женщин. Ради бога, сложилась такая пара, наконец-то какая-то первая пара в нашем большом коллективе, и слава тебе, Господи. Но все-таки здесь не игра «Построй свою любовь», а игра «Стань последним героем», «Стань лучшим», «Победи». То есть теперь на спинтах. А теперь Евелина, Вика, посмотрите на оставшихся участников. И выберите мужчину, который будет вам надежной опорой. Я выбираю Мишу Крушевского. Итак, вы выбираете Михаил. У меня липкая рука. Евелина, я Леша, Алексей. Алексей и Михаил, теперь вам предстоит выбрать женщину. Я выбираю, конечно же, Юлю Ковальчук, потому что я знаю все ее песни. Она мне нравится как артистка. Юля, пожалуйста. Там даже смораживание чуть-чуть. Итак, Михаил, Ваш выбор. Анна. Аня, вы должны выбрать мужчину, с которым вам будет нескучно на ус. Таин. Я знаю все твои песни. Я сплюсь с ним вместе в последнее время. Я не смогу по-рубому. Аня. Олег. 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 Замечательно. Каким образом вы планируете, чтобы Олег вас всех развлекал? У нас вот есть для развлечения прекрасный персонаж. Я знаю, скажу, Олег потрясающе молчит. Да. Прекрасно. Должно быть равновесие. Олег. Таир. Выбираем девушек, а я просто посмотрю на ваш выбор и все пойму. Вперед, Олег. Татьяна. Татьяна. Таир. Мы возьмем Корнелия. Красно. Ну что ж, замечательный выбор. Итак, Корнелия и Татьяна. Выберите, пожалуйста, человека, которому вам бы хотелось помогать. Корнелия. Виля. Где-то команда, как? Обо мне должны заботиться. Татьяна. Здорово. Он не ожидал, что так повернется. Он, в общем-то, завоевывал там расположение Вилины и там этих девочек, и Юли, и все там, и ручки, ножки, и все. И когда всех выбрали, его нет, это его, конечно, по самолюбию очень безаномно. Вот вы смотрите на высокого, здорового, щетинистого Владимира. И вам хочется помогать ему больше, чем хрупким и беззащитным женщинам. Ну, я помогу Вове, Вова поможет мне. Теперь я хочу обратиться к тем, кто здесь остался. Люда, в какой команде вы хотели бы играть? В этой команде. Потому что изначально я чувствовала поддержку самых первых шагов Вилины. Да, я очень верю и доверяю ей. Знаете, Люда, мы, к сожалению, к вашему не ищем легких путей. Поэтому вам придется играть в противоположной команде. И учиться выживать с теми людьми, с которыми, может быть, вам не очень комфортно. Стараться. Ольга, вы идете в эту команду. Я оценила тот момент, что да, я была последней. Но это меня не испугало и не расстроило ни в коей мере. Ну, что ж, я не знаю, поняли вы это или нет, но мы разделились на племена. Теперь вам придется разъехаться и играть друг против друга. Приятно. Давай попросимся назад поменяться. Время воды. Вот ваши банданы. Ну, а ваше будет племя огня. Сейчас вы все вместе отправитесь на остров. У вас есть совсем немного времени попрощаться и разделить нажитое за время игры имущество. Счастливого будет. Ой, еще и лучше поделить, ребята. Эти 16 человек мешали друг другу спать. Сплетничали, завидовали, интриговали. Но они также ели из одного котла, укрывались одним одеялом и делили поровну все тяготы выживания. Теперь они не вместе. И им придется об этом пожалеть. Ночной ураган сорвал не только крышу с дома и листву спальни. Он обнажил простую и неприглядную истину. Жители острова уже давно не единое дружное племя. Ребята, что это тут с крыши? Тут дырка срочно. Давай, стоим. Последний герой у вас. Надо прижаться на это. Раздеваться надо так, чтобы было теплее. Нам надо согреть друг друга. Нам надо просто продержаться. Ребята, чем спокойнее будет вести себя каждый из нас, тем лучше. чем лучше мы переживем ненастье. Все. Ребята, ну что, мы находимся в джунглях. Для меня это было самое большое испытание. Вот за все то время, которое я нахожусь здесь. Я так сильно замерзла в доме, все мокро. И я начала плакать, и мне трясло. И я не могла остановиться. Мне было всегда интересно, как живут люди, например, в Африке. Корнелия Манго. Выпускница фабрики звезд. Родилась и выросла в Астрахани. После фабрики я стала сильнее. И я теперь могу выжить. Мне кажется, не могло быть ситуацией точно. У меня капает? Надо мной не капает вообще. Я тифлону. А, тифлон не подгорает. А я не промокаю. Боже, это был кошмар. Это была просто ночь из моих ужасов, наверное. Изначально никто не предполагал, что будет вот такое безумие просто твориться. У меня даже осталась одна сухая маечка. А сейчас я тебе испорчусь тренирую. У тебя одна сухая, так? А у меня несколько мокрых. Поразительно, до чего быстро ветхий скарб и утварь, подобранные в тайниках острова, становятся предметом раздора. Ребят, надо будет все поделить. Парный вечер, разделить по парным. Два вещи не парные, найти альтернативу. Ну, все, мы тоже. Вот и все. Ага, ну ладно. Здорово, что Вов когда предложил. А что вы спрашиваете? Все, тоньше, блин. По поводу не парных вещей, я четко знаю приоритет нашего обстоятельства. Все, итак, итак. Миша пока не готов быть с вами. Нет, нет, я хотел просто рассказать. Нет, вы сейчас обсудите. Носилки, лопата, кувалда, терка, чайник, решетка. А матчеты по урону? А что я по урону? Предметы роскоши, гамак и шезлонг. Ну, гамак не предмет роскоши, а гамак предмет ненужности. Почему? Да можно спать. Ну, хотите гамак? Давайте, забирайте гамак. Давайте, забирайте гамак. Мы возьмем носилки? Нет, нет, нет. Хорошо, гамак, шезлонг мы берем. Давайте, вам гамак, нам шезлонг. Договорились. Ну, давайте. Жмем руки. Отлично. Таир использует самую распространенную тактику дележа по справедливости. Абсолютно заморочить противнику голову и сбить его с толку. Ну, хорошо, да, мы решили. Носилки наши. Давайте поразыграть просто. Нет, носилки еще не решили. Не решили. Размешили? Конечно. У нас уже пройденный был этап с носилками. Нет, вот он-то и делал. То есть, хорошо, носилки, жребием. Да, да. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Нет, жребием против чего? Давайте уронавесим чем-то носилки и уже жребием. Не тупо жребием, а. Нет, но носилки должны быть чем-то компенсироваться. Это было отвратительно. Противно было смотреть на то, что мы все так... Вот, это мой нож, нет, это твой нож, нет, это вот наши две вилки. Эта штука не у нас, но у вас. Нет, ребят, у Эвелины... Нет, это личная вещь, заявка. Нет, редко, редко очень редкое заболевание. А чем-то очень цветом. Да. Я им отдал матрас. То есть, у них два будет? У них будет один матрас. А, то есть у нас по одному матрасу. Ребята, это ужасно! Это же бесплатительно. Я не хочу выходить замуж, чтобы никогда в жизни не испытывать ощущение дележки. А они что, забрали все кастрюли? Нет, не все, мы дали вам одну. Нет, там есть. Одну, одну, одну кушаем, а в какой человеке пить его? Ребят, у вас чайник и две кастрюли. У вас тоже, у вас шумовка, вы должны быть вообще супердовольны. Да, мы будем в шумовке варить себе уху. Вы можете ловить и рыбу. С шумовкой? Да. Ребят, а вы ловите рыбу брезентом, ешьте. А на шумовке и поспать можно, кстати, в дождливой погоде. Ну, сколько человек? Максимум два, а нас восемь, ребят. А почему бы вам угли не взять? Уголь? Уголь. Подвох какой-то сейчас есть. Нет, просто дуб. Переговоры – слишком сложная форма дележа. Гораздо проще тихо взять необходимую вещь. Презент вообще, как поедет? Давайте, возьмите брезент с ребяткой, мы заберем скатерк. Заберите, давайте скатерк. Нет, зачем нам? Давайте. Юля, Юля, я их развожу, ты мне мешаешь все время. Ты вообще ничего не умеешь делать. Все, развод окончен. Я таким образом выводил нам три очень крутых вещи, которые нам более нужны, чем им, делая вид, что это им более нужно, чем нам. Эх! А я прикидывался, что думал, что нам это будет. Миш, мы же тоже так... И так его развел он. Мы тоже так же себя ведем. У жителей острова в совместном владении имеются груда битых пластинок, растерзанные книги, связка ключей и старый радиоприемник. Применить эти сокровища с пользой им не удалось. Но и оставлять соперникам жалко. Конечно, это было самое нелепое, что мы могли сделать. Это разделить эти наши все, так сказать, предметы, наши загадки. Конечно, кубик-рубик взять, разломать. То есть где-то... А ты собирай свою половину, ты свою половину собирай. Видеокамера у них. Сигнал этот записан. И мы пытались его расшифровать. Абсолютно безуспешным. У нас, во всяком случае, идеи, что делать с ключами. Вообще нет. Ребята! Внимание! Внимание всем! Пришло время. Одно племя должно остаться на этом острове, второе срочно собраться и подойти к каное. Блин, я знала! Кто уедет, а кто останется, решать вам. Хорошо. Одно племя остается здесь, другое уезжает. Это потрясение для обоих племен, которые разобрали до основания даже хижину, собираясь разъехаться по разным островам. Кто уедет, а кто останется на развалинах поселения, решит монета. Дом – это водное племя, человек – это огненное племя. Еще раз договариваемся. Если выпадать то, что сверху, то остается на острове. Давайте я ходить вверх выкину. Лиля высоко мы скинем. Давайте я кину вот так вот. Кину, пускай нет вовка. А что вы думаете, я плохо кину, что ли? Я кидаю вот так вверх просто и все. Давай подкрути. Обязательно, вот я ее подкручиваю пальцем и кидаю. Ребята, вы остаетесь, значит. Мы остаемся, а мы уезжаем. А мы остаемся. Племя воды остается, а племя огня покидает острове. Ему предстоит добраться до острова Бастиментас и обосноваться на пляже Фуэго. Ориентиром для поселенцев станет мачта старинного корабля. До встречи! Все, пока! До скорого! Пока! Если не понравится, к нам возвращайтесь. Аккуратно! Что это? Что это? Большинство хотело уехать, потому что думали, что там полные деревья, фрукты. Еще не обхоженные места с какой-то провизией. Внутри где-нибудь спрятан, может быть, какой-нибудь клад с какими-нибудь макаронами по-флотски. Очевидно, что нас должны были поделить. Интересно же что-то у человека отобрать и посмотреть, как человек без этого сможет жить. Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, что сегодня тихо в лагере. Это тоже плюс, потому что мне настолько уже тоже надоело. 255 человек, все что-то разговаривают. Иногда надо такое вот шанти, чтобы было. И здесь нет корочка лайма! Да, лайм! Это, скорее всего, корабль Колумба, который что-то искал и не нашел не то, что искал. А может, и нашел? А может, и нашел? А может, и нашел? Нет, ты знаешь, ребята, для дома идеальное место! Это точно корабль Колумба! Там земля! Что есть? Старинные монеты! Да ладно! Офигеть! О, золотые! Это настоящий золотой! Попробуй на золотые! А где деньги, девчонки, а? Вот, все здесь! Нет, деньги давайте в одном из мостов. Ого! Да, и там есть доспехи! И слушайте, ну не просто... Мы чудовищно богаты! Доспехи достойные! Тихо! 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 Да? Ты слышали? Это пигмальбак, ребят! Я, наверное, на втором этаже не буду спать! Можно, кстати, смотреть! Тут украизированный гамак прямо здесь! Да, гамак и вот еще! Ребят, а какой мотив перешат, где лучше спать? Андрюш, скажи, пожалуйста, где лучше жить? Сверху или снизу? Иди посмотри! Внизу, внизу надо жить, ребят! Потому что крыша уже есть! Мы просто обретем, накроем и все! Наоборот, мы сидим! Ребят, мы здесь сейчас все досками закроем по боку, да? Слушай, песок, ну это значит, что здесь нету... Абсолютно, здесь нету ничего! Насекомых мерзких таких! Ну ладно, на верх будем выходить, считать звезды и целовать! Конечно! Все, договорились! У нас там будет место за гадом! Там хоть выжимай, знаешь! Как мы на ней спали сегодня ночью? Или вообще спали, или мы вообще... Сегодня ночью! Которые поснимаем? Да, место отличное, конечно! Которые поснимаем? Пока девушки зачарованы находками внутри старинного корабля, а Таир восхищается красотами, Андрей по-хозяйски оглядывает бесполезную средневековую посудину. И здесь не зачем нам вот это вот нужно, понимаешь, грязь? Мы ее берем, сейчас пустим на пол, вот эти все доски. А что, мы доски верхние вот эти тоже снимаем? Сейчас пока ничего не скажем. Ладно. Чтобы его рубить тогда придется. Все, в лианах. На самом деле, много чего там поменяли, исходя из того, что именно нам надо было. Вот мы взяли нам достаточное количество материала. Наверное, я выберу между эстетикой, да, и практичностью. Потому что хочется тоже в тепле жить. Если я выиграю деньги, наверное, куплю машину. Андрей Ресник живет в городе Гродно, Беларусь. 11 лет работает по призванию. Шофером-дальнобойщиком. Работа дальнобойщика, это же своего рода тоже путешествие. Мне кажется, люди другие, им будет потруднее. Средневековый корабль превращен в шалаш. Теперь переселенцы должны приспособить под свои нужды весь остров. Ну, вообще, вы понимаете, что здесь тропинка, значит, кто-то здесь был до нас. Тогда куда-то ведет. Да. Причем она сделана не просто так, а вот, то есть, она сделана... Ступеньками. Ступеньками, да. Ребят, а ведь кто-то же выложил здесь, да? Конечно, значит, ну, это был каул, его моряки. А я знаю, что это за кустики. Я в книжке видела, сейчас будете радоваться. Юка! Это Юка! А, это нанас! Какой мах! Ну, смотри, ну, по-моему, вот это нормально. Ну, он больной, больной, по-моему. Больной? Ну, мы все равно давайте его вылечим. А давай его все-таки возьмем? Возьмем, возьмем, давай. Слушай, хорошие ананасики-то. Да. Ребята, а вот это вот что за дерево? Хвойное какое-то. Стопуду. Нет, это мимоза. Нет. Ребята, а если вот отсюда прыгнуть вниз, то умрешь? Корнелия, давай не будем. Нет, у меня просто интересно. Ребята, добро пожаловать в рай. Пойдемте туда. Так стоишь, как будто все это принадлежит только тебе. Ну, оно так и есть, как и я. Кто бы не потолесить острова. Я бы уж не вела тут порядок. Эвелина Блёданс. В прошлом клоунесса. Сейчас актриса и светская львица. Хочет, чтобы ее увидели такой, какая она есть на самом деле. Я хочу наконец-то, пускай на острове, на отдельно взятом острове, построить свое маленькое государство имени Блёданс. Хорошо, просторно. Нет, на самом деле нельзя сказать, что у нас прям так вот перебор месяц. Я сплю с краю, как и спала. А со мной будет спать Ярик сегодня, потому что Эвелина будет спать с Андреем. А за что вы так Ярика одарили, скажите, пожалуйста? Ярик. Ты хочешь сейчас сверху на него лечь? Куда же я вкладываю? Сейчас. Первая ночь на новом острове совершенно не располагает к романтике. Что это было, ребят? Многим вообще страшно даже находиться среди ночи одним на острове, так как их пугает шум вот этот, вот этих зверей-рычащих. Я не могу его объяснить и не могу понять, что это было. Ничего себе, а с кашей какая офигенная. А почему меня не допускали до кухни все это время? Я вам каждый день такое готовила. Я тоже не допускаю до многого. Девчонки, да кто вас не допускает? Берите сами, подходите до готовки. Две хозяйки на одной кухне, и там бардак. Поэтому надо дождаться, чтобы остаться от зоны. Есть такие чудные девушки, им ничего не надо делать, это сами им все принесут, и готов. Поэтому я думаю, что Викусе и у нас здесь, в компании Ярика, Вовке, Олега и Мишане, очень хорошо будет жить. Да, может быть, это, надо следить за фигурой, как-то хватит. Кстати, Вик, я тебе хочу сказать, что Вовка все эти дни за твоей фигурой следил. Ты меня аж засмущал. Правда, рядом с этой фигурой всегда находилась другая фигура. Молодцы, девочки, готовимся к Олимпиаду по синхронному флору. Молодцы, настройки тянем. Тянем, тянем синхронненько. Реально, мне кажется, с этим утром у нас закончились проблемы. Ничего себе, это что такое вообще? Сегодня ночью отсюда шли все изгубы. Лошади, зубы получили. Может быть, и лошади. Разве это не лошади? Нет, ну судя по бедрам, по бедрам, это корова. И что теперь ночью делать? Вот как ты разбираешься к бедрам. Нет, ну, лошади, мне. Больно крупная морда. Давайте вернемся, подумаем, пойдем еще чуть-чуть. Но это вообще-то странно. Слушай, я не знаю, ножки, шможки всякие. Кто-то сожрал корову ночью? Звуки были с этой стороны причем. Мы следующие. Сегодня впервые два племени Огня и Воды встретятся на испытании в качестве непримиримых соперников. Племя Огня это Ольга, Таир, Юля, Корнелия, Эвелина, Лиля, Алексей и Андрей. Против них играет племя Воды. Ярослав, Виктория, Михаил, Татьяна, Людмила, Анна, Олег и Владимир. Добрый день! Теперь вы конкуренты. И вам предстоит жесткая борьба. На этот раз друг против друга. Итак, перед вами игровые поля. Там у столбов старт. Эти циновки, которые лежат сейчас у ваших ног, это финиш. Три человека из каждой команды занимают место у столбов напротив своих соперников. Их задача любыми способами удержаться за столб. Задача команды противников – оторвать их от столбов, дотащить до финишной черты. Одного человека от столба могут отрывать только два человека из команды противника. Как только они донесли до финишной черты этого человека, стартует следующая двойка. Итак, команда, которая быстрее принесет всех своих соперников к финишу, считается победившей. И победители сегодня у нас получают командный иммунитет. Для этого состязания необходимо равное количество мужчин и женщин в каждом племени. Я убираю двух сильных участников из этих команд. Владимир, подойдите, пожалуйста, ко мне. Вы будете болеть за свою команду. И Велина, от вашей команды я выбираю вас. Вам придется помогать своей команде только советом. Хотя в этом испытании победит всего лишь одна команда, ваши шансы равны. Потому что J7 и Муна – ваш верный помощник на пути к победе. Начали! Одного отчика. Юлька, давай! Давай, держи. Молодцы! Хорошо! Молодцы, молодцы! Руки держите, держите руки! Сверху, сильные ноги, умница! Взяли, принесли! Молодцы! Давай, сейчас я вам просили! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любая игра во мне вызывает азарт. Я подписалась на эту игру. Вот, я готова играть по этим правилам. А где-то мне приходится переступать через какие-то свои моральные принципы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Корнелия в этом испытании показала себя не то, что лучше всех, выносливость у нее есть, а с этим не споро. Но физически она к этому конкурсу более приспособлена, чем другие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я могу сказать, что физически было действительно очень сложно. И то, что было между женщинами, это была настоящая женская жестокость, к сожалению. Но таковы были правила игры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда меня отрывали, что только не делали. Они садились мне на лицо, чтобы я чуть ли не дышала, чтобы я не говорила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девчонки, чуть-чуть оставьте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руки подкрасни! Руки подкрасни! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня неплохая физическая подготовка, но солнце, песок. К сожалению, там некая моя травма. И даже оттащив Танечку, маленькую вроде бы девочку, но очень коренастую, и упрямую. Я могу сказать, что мы задыхали с Олей очень сильно. Давай, давай, давай! Давай! Девчонки, еще! Давай! Могу вставила! Племя огня справилась с одним соперником и вырвалась вперед. А племя воды, похоже, потеряла надежду одолеть Корнелли. Давай, давай! Вдвоем за одну руку берите! Люда, это вдвоем это не так за руку! В одну сторону! Я прошу, отзамените! У тебя слетела повязка? Давай! Я не смогу, ребята, у меня стучит все! Мы знаем, что я бы взялся. В ходе борьбы у Юли слетела повязка. Травмированный парень начал кровоточить. Недоброжелательные люди! А я так хорошо к нам относился! Я не к вам, Андрей Николаевич! Андрей Николаевич! А сейчас? А-а-а! Выматывай! Давай, выматывай! Выматывай! Делайте что-нибудь! Давай, давай! Что сдаемся-то на самом деле? Делаем! Давай, делай! Вместо Юли в игру вступает и Велин. Это вызвало недовольство племени воды, которая по-прежнему безрезультатно бьется с Корнелем. Так нечестно! А что тогда? Ну, а все девчонки сильные! У меня болит! Давай, давай! Давай, давай! Давай, отолбите! Попогнали! Да, попробуйте другую девушку отодрать! Велина у нас в последней человеке! Велина, ну давайте, пожалуйста! Вико и Людо не могли оторвать Корнелию, и потом неожиданно перенестились ко мне. Я пыталась бороться, кричала немножко, но они натренировались на Корнелии. Забери заранки! Забери заранки! Забери заранки! Вика, заранки! Вика, потащи! Давай, давай! Давай, задвергайся! От Йеха, давай! Анюта, Дубер! Леха, Леха! Леха, Леха, Леха! Вот так! Класс, класс, класс! Ребят, не поколите Леху! Давайте, давайте, делайте! Мирину через себя перекидывайте! Вот так его! Класс, класс, класс! Класс! Леха, сопротивляйся! У нас последний человек, Леха! Держись! Леха! Вытаскивайся сам! Мне побороться не удалось. Ярик с Олегом меня быстро скрутили и достаточно быстро дотащили до коврика. Пошли! Пошли, давайте! Анюта, держись, Анюточка! Вот смотрите, как Эмелина! Оторвите ее вместе со столбом! По руке, по ноге! Бери вторую руку ее! Посмотрев на Корнелли, я поняла, что команда уже, наверное, не справится с этим делом. Потому что я бы, я думала, что я не смогла бы ее вытащить, несмотря на свою физическую силу. Но сдаваться просто так, чтобы просто подарить племени огня, такой подарок, легкую, красивую победу, не в моих правилах. Поэтому я спротивлялась, находила в этом даже свое удовольствие. Теперь, когда ни у одного племени нет явного преимущества, борьба обострилась. Вход и вверх – не только запрещенные силовые приемы, но и мелкие женские подлости. В горе устает! Нет! Давай, давай! Давай, давай, давай! Давай! Ложись, ложись на нее! Нет, вот эти, здесь! Давай! Давай! Ложись! Ложись! Куда? 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 Ну, насколько я была уверена, что я уж оторвать от столба и дотащить человека до определенного места, для меня это ничего не стоит. Но это было так тяжело. Таня, я ее очень зауважала, потому что она за этот стол только зубами ее держала. Всем хорошо досталось, потому что мы друг друга держали за все, что могли, выкручивали руки, а все-таки письку, поэтому, конечно, такой жест вступили. Без переломов, без переломов, без переломов! Без переломов, без переломов! Без переломов, без переломов! Я думаю, что с остальной дэна это даже уже выглядит некрасиво. Потому что, на самом деле, пришлось приносить боль своим когда-то соратникам, теперь и соперникам. Итак, у нас есть команда победителей. Ну, у каждого своё представление о честности борьбы. Всё, они были. Спокойно. Итак, в этом конкурсе победила племя огня. Ну, а проиграла племя воды. Но я знаю, что в вашем племени есть недовольные моим решением. Я согласна с вашим племенем, что когда в игру вступает человек со свежими силами, это могло повлиять на исход игры. Поэтому, учитывая, что в начале игры мы оставляли по одному заложнику от каждого племени, то я не буду менять этой расстановке сил. И Евелина в качестве заложника сегодня отправится с вашей командой на совет и будет участвовать в этом совете как часть вашего племени. Евелина, прямо сейчас присоединяйтесь, пожалуйста, к племени соперников. Мы не отдадим им. Нет, нет, нет. Итак, победители, подойдите, пожалуйста, ко мне, Корнелия. Я думаю, что это должны быть вы. Как человек, который сегодня особенно отличился, собирайте. Это ваш иммунитет. Иммунитет для вашего племени. И берегите его. Жените, Корнелия! Аплодисменты! Аплодисменты! Сегодня будет праздничный ужин. Так, что у нас на праздничный ужин? из новое фирменное блюдо суп победа победа она за мне нравится и что он рыбку победитель как же вели на наш интересно она скоро вернется и мы ее накормим с ней повторных работ накормим ее супом она хоть первый раз побывать на совете очень красиво конечно волнительно расскажет нам и расскажет кого-то евелина вы почувствовали отчуждение на самом деле мы не успели стать друг для друга чужими и то что мы разделились на два племени это пока очень большая условность ярослав вы повзрослели за время жизни на островах вы ощущаете ответственность за тех кто оказался в вашей новой команде я еще когда ехал на острова я предполагал ответственность готовился пока что я испытываю то что почему я готовился олег а там в далекой москве вы производили впечатление человека знающего чего он хочет от жизни от окружающих а здесь мне кажется вы немного потерялись бездействие это тоже часть действий виктория я знаю что вы мучительнее других пережили разделение на перелемена привыкли к новой обстановке конечно многих из того племени нам очень не хватает но судьба балует нас и например эвелина сегодня провела с нами какое-то время я была этому очень рада татьяна ну а вам как новый коллектив на пляже агу мне очень нравится наш новый коллектив у нас очень спокойно и семейная как мне кажется племя владимир хочу с вами поговорить вас не удивило что вас пригласили в племя воды как человека который нуждается в помощи ну это был я думаю скорее уже такой хитрый ход умные девушки татьяны получить мощи даже получить мужчину вот не слабого тем сложнее будет не дождет сегодняшний выбор теперь вы сами должны решить кто же сегодня покинет игру навсегда олег нам не нужны пленники а во вторых наши противники должны знать что мы настроены очень решительно и у нас нет принципа михаил ваша очередь просто хочу дать возможность перевести дух человеку который как мне кажется стал на данный момент сильнее других вот и все ваша очередь это эвелин просто потому что теперь мы в разных племенах и голосовать за кого-то из своего племени сейчас в совете было бы наверное неправильно людмила ваша очередь нашим племени уже лидер определился этот человек он стремительно берет все в свои руки отстраняя нашего лидера которого желает племя и я человек такой спокойный боюсь что будут скандалы и в общем-то это уже стало заметно я считаю что это человек которому сейчас опять же тяжелее всех и она тянет команду проигрыш ярослав как можно я больше всего заинтересован в единении нашего племени поэтому я удаляю человека который не принадлежит ярослав 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 Анна, теперь вы. Люда, мне очень нравится твое жизнелюбие, но в то же время ты много раз говорила мне, что ты плохо себя чувствуешь здесь и хотела бы домой, скучаешь по своим. Поэтому мой выбор пал сегодня на тебя. Виктория. Голосование закончено. Людмила. Эвелина. Люда. Владимир. Эвелина. Как вот, я больше всего заинтересован в объединении нашего племени. Ярослав. Я надеюсь, что это имя больше никогда не будет написано здесь, потому что человек достоин выиграть эти состязания. Эвелина. Людмила. Эви, я бы никогда этого не сделала, будь ты в нашем племени. Эвелина. 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 Эвелина, это вы. Подойдите, пожалуйста, ко мне. Эвелина. 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 Я не счастлива, что я ухожу сегодня, потому что я не готова воевать, перекусывать друг другу глотки. А это придется сделать. Это как бы это условие игры. Крокодил не ловится, не растет кокос! Начали! Календарь 2027 года. То есть мы здесь были 2027 года. Надо пропланировать свои силы. Это над бункером, ребят. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok